Всем привет, дорогие подписчики, с вами Академия Сайтов. Сегодня мы продолжаем обучение от 24.11.2023 года, часть номер 2. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. У нас уже 271 подписчик, 107 видео. Первую часть видео я уже заснял, она у меня уже готова. Осталось ее только выложить, вот я с поздним сезоном. Вот она есть. Сейчас у нас вторая часть, то есть от 6 до 10 задания. В принципе, задания несложные, так что сделаем быстренько, минут за 20. Так, это все. Ну, давайте начнем, наверное. Сейчас у нас задание номер 6, 7, 8, 9 и 10. Так, открываем наш редактор. Мы остановились на прошлом, на пятом задании. Это мы все. В принципе, комментировать сейчас нет смысла. Так, немножко уменьшим и описываем. Давайте я так вручную пропишу, чтобы вам было понятнее, что здесь происходит. Нам необходимо создать вот такую функцию с двумя параметрами. И использовать метод return для возврата, чтобы вот это значение, оно было за пределами этой функции. И здесь мы используем метод map, который, с помощью которого мы можем обрабатывать каждый элемент, который нам поступает. Сейчас поймете, про что я говорю. Смотрите, мы создаем функцию. Называем ее также modifyArray. И называем параметры. Первый параметр это numbers. То есть у нас будет наш массив с числами, запятая. А второй мы называем callback. То есть это некая функция, которая будет стоить выполняться после того, как выполнится основная задача, как говорится. Давайте посмотрим. То есть мы используем return. Здесь прописываем modifyArray. Извините. Numbers. Вот это то, что мы здесь указали. Скользим метод map. И здесь мы просто указываем callback. Вот так. Все, больше мы здесь ничего не делаем. Здесь чуть ниже. Нам необходимо создать константу. Только result 6. Танстанта result 6. Вызываем эту функцию. То есть мы здесь указываем ее, чтобы приравнялось значение. И здесь в скобках нам необходимо указать. Видите, нам сама программа подсказывает, что здесь должно быть. Здесь сначала массив с числами, а здесь некий элемент, с которым мы должны работать. Записываем 1, 2, 3. Также запятую ставим. Указываем элемент в скобках. То есть это некая функция. Да, если вот так вот мы делаем. Здесь не важно, какое название мы сделаем. Главное, чтобы оно было такое же дальше. То есть мой элемент. Вот так вот. И давайте посмотрим, что нам потребуется. Возврат булевых значений в зависимости от отчетности числа. Реализуется функция, которая проверяет каждое число в массиве на отчетность и возвращает соответствующие булевые значения. То есть, повторю, булевые значения это либо 1, либо 0. True, false. Да, нет. Аналогию поняли. В нашем случае в программировании всегда либо true, либо false. В редких случаях можно сделать, чтобы был 1, либо 0. Ну, это так. А в основном вот это. То есть здесь, смотрите, мы делаем так же модифай 6, модифай 1, 2, 3, 4. Давайте вот четвертую добавим, чтобы был так же. Сохраняем. Элемент и элемент остаток 2. Что такое остаток 2? Смотрите, к примеру, когда мы делим. Давайте вот калькулятор вызов. Десять. Остаток. Это, наверное, процент, как вам объяснить. Ну, смотрите, ладно, поверьте так. Когда мы 2 делим на вот эту 2, у нас получается 1. Давайте по-другому делаем. Давайте я вам прямо, я просто не помню, как в калькуляторе это делаем. Lock. И здесь делаем так. Десять. Остаток. Два. То есть в консоли должно вот это вывестись. Смотрите. У нас получится 0. Вот. У нас получилось 0. Если мы делаем 3, да, то есть 10 на 3 не делится. В этом случае у нас получается 1. То есть 3, 3, 3. Получается 9. А следующее 3, это уже будет 12. А у нас всего 10. Вот что значит остаток отделения. А здесь мы просто вызываем result. Result 6. И все. Теперь давайте посмотрим, что у нас получится. У нас получилось. 1.0, 1.0, то есть да, нет, да, нет. Так, ну что-то мы где-то ошиблись, подождите секунду. Сейчас проверим еще раз. Так, нам же колбак это есть. Modify Array. 2.3, элемент, элемент. А, ну да, нам же нужно еще проверить, чтобы нам наделся. Да, теперь вызываем еще раз. И у нас получается false true, false true. Ну да, так же и здесь. То есть мы сделали все правильно. Вот такое вот небольшое, несложное уравнение. Давайте мы здесь также сделаем комментарий. Мы всегда пишем комментарий. Создаем функцию. Modify Array со двумя параметрами. Numbers и Calvac. То есть Numbers это у нас массив с числами, а Calvac это у нас функция. Возвращаем значение массива. Numbers. К которому мы применяем оператор map. А здесь нет и функция. Как мы помним, оператор map, он принимает два значения. То есть я смотрю, тесно мы вот так сделаем. Так, это убираем. А здесь мы получается, как наместить, так, так, так. Вот если мы сделаем, а, точка, будет так, map. Здесь нам система сама подсказывает. Нужно Numbers и запитание. И еще увеличить Calvac. Но это уже не нужно. Как видите, map он стоит из двух параметров. Это мы убираем. Так, здесь. Создаем константу Result 6. И приравниваем значение функции. Modify Array. Отлично. Далее. Подписываем. Где передаем. Massive. И с вами. И как это написать? Вторым параметром действия над каждым элементом. В нашем случае. Отбираем. Остаток отделения. Приговориться. Точнее, числа без остатка отделения. Сохранили. Все. Задание 6 у нас завершено. Переходим на задание номер 7. То есть мы вот эту часть сразу копируем. Она у нас постоянная. Да, чтобы задание не переписывать. И переходим к следующему заданию. Инкремент каждого элемента массива. Ну, это тема. Задание. Создайте функцию, которая увеличивает каждый элемент массива на единицу. Когда мы плюс-плюс в конце ставим, тогда он каждое следующее число. А когда перед этим, то он именно с этого числа начинает. 11, 12, 13. Все правильно. Так же своим константом результатом. Результат 7. И приравниваем ему. Получается функцию. Где передаем параметры такие как 10, 20, 30, 40. А вторым параметром мы передаем элемент. И вот так вот. Теперь если мы все правильно сделали, тогда нам просто необходимо вызвать резал 7. Сохраняем. И проверяем, что у нас получилось. 11, 21, 3, 1, 4, 1. То есть каждый элемент у нас увеличился на единицу. Все, задание 7 у нас завершено. Давайте мы дальше напишем. Создаем константу резал 7. Создаем константу резал 7. Приравним ему значение функции ModifyArray. Отлично. Теперь делаем вот так. А здесь нам необходимо указать то, что мы передаем первым параметре массив с числами. Во втором действия над каждым элементом. Так, тут мы каждый элемент увеличиваем на единицу. Задание 7 у нас завершено. Переходим к заданию 8. Так, а почему я здесь задание не пишу? Четыре. Задание 4. Задание 5. Задание 6. Задание 7. Задание 7. Задание 8. Эту часть мы, как обычно, копируем. Здесь у нас ничего не меняется. Так, здесь нам нужно перевод чисел в их бинарный эквивалент. Напишите функцию, которая преобразует каждое число в массив, в его бинарный эквивалент в виде строки. А, то есть 1.0.0.1, да? Получается. Кстати, я такое еще ни разу не делал. Давайте попробуем. Выдаем константу 8. Резалт 8. Define Array. 2, 5, есть ли. Сохраняем. Вторым параметром передаем также элемент. Элемент. Вот это мы можем так сделать. Используем оператор ToString. И указываем число 2. И надо поиграться с этим. Как я за другой число указать, что будет. Так, log. Result. 8. Сохраняем. Проверяем. И у нас получается... Ага. Так, если мы... Число 3. Интересно просто. 2, 12, 101. Ошибку выдал. Ну да, он не может. Надо почитать проект, кстати. Нет, я знаю, что 1,001. Потом там... Каким-то дополнительный еще есть. Блин, как это называется? Правильно. По информатике проходили. И по математике, кстати, тоже проходили. То есть... Какое-то число можно разделить на 1,0. Потом... Там вроде 3 или 4 этапа. Но я уже не помню, честно скажу. Я уже давно это проходил. Но помню, что такое было. Ладно. Давайте переходим к заданию номер 9. А, кстати, нам надо писать... Создаем константу. На вопрос, зачем мы это постоянно пишем, если задание практически одинаковое. Я механически это запоминаю. Как-то и в первую очередь я здесь обучаю сам. Вот так вот. Вырезал. 8. И приравниваем. Значения. Функции. Modify Array. Отлично. Далее. В первом параметре. Мы указываем массив чисел. Во втором параметре мы каждое лицо, как у нас задание, переводим в бинарный эквивалент в виде строки. В первом параметре мы делаем, как у нас задание, переводим в бинарный эквивалент в бинарный эквивалент в виде строки. Сохраним. Отлично. Переходим к заданию номер 9. Итогу у нас осталось ровно два задания. Прошло 16 минут. инверсия болевых значений реализовать функцию инвей инвертирует каждое болевое значение в массив мы здесь указан болевое значение то есть 1001 да и тут перед значением ставим знак отрицания то есть не если не true значит false но это логично задаем константы нашим случае это он резал девять почему я ангар считали не резал девять модифайтеры здесь указываем как обычно так true ой-ой-ой окно вы достаточно быть указан полз сохраняем запятая здесь мы элемент элемент вот здесь указываем не такой значок и попробуем вызвать посмотреть правильно или мы сделали false true false true false true да все проник на все работает описание комментарий переводим десятым заданием константным резалт 9 и приравниваем ему значение функции модифайтеры где в первом параметре мы указываем болевые значения в первом параметре мы обрабатываем каждое каждый элемент и делаем его противоположным сохраняем все задание у нас 9 завершено переходим задание номер 10 сохраняем так модифайер из двумя параметра так задание действиям вычитание из числа и его индекс массиве создайте функцию которая вычитает из каждого элемента массива его индекс а ну все правильно ноль индекс начинает с нуля то есть здесь у нас получается ничего не вычитает здесь единица вычитает здесь двойку вычитает то есть буквально через 30-31 элемент здесь получится ноль так сказать давайте так сделаем ради интереса просто только здесь числа по другим поменьше поменьше поставим так сделаем резал 10 нашем случае модифай серый тут указываем давайте сделаем вот немного 5 10 15 запятаем и тут каждый элемент элемент минус индекс индекс тут нам надо еще индекс передать окажется здесь параметры тут тоже можно два указывать интересно не знал могу знать давайте посмотрим что у нас получилось а ну да вот так ставим константу все отлично теперь вызываем резал 10 и попробуем вывести посмотрим что у нас получилось 5 9 13 5 9 13 давайте сделаем знаете как 5 6 7 давайте посмотрим что у нас получится а ну да логично то есть у нас везде пятерки еще и будут ну да реально на связи пятерки получается а если вот тут используем 5 то должно получиться 0 логично 0 4 0 3 просто интересно быть минимально нет значения как думать минус 1 да работает так ну что всем так давайте оставим комментарий удаем константу и резал 10 где и равным значение функции в нашем случае модифайтеры отлично отлично в первом параметре мы указываем массив чисел элемент индекс параметр отдых например в свеже инк и Продолжение следует... Продолжение следует... Кто досмотрел, следующее наше задание у нас будет сортировка с кэллбэком. То есть мы будем использовать сортировку. Будем смотреть, что это такое, но это будет завтра, не сегодня. Это мы закрываем. Не забываем подписываться на мой YouTube-канал. И смотрите, я сейчас создаю новый сайт для моего клиента. И сайт будет подходить под категорию психологов. Сейчас как раз я собираю вот такую табличку, что в основном ищут люди, когда вводят слово психолог, чтобы потом создать новые странички под эти категории. Это называется семантический анализ. Конечно, потом я буду разделять эти общие слова на определенные столбики. И каждый столбик – это отдельная страница. Это все правильно. Но это, скорее всего, завтра. Время же 12, а у меня голова работать не будет. Поэтому сегодня мы только собираем, а завтра уже будем разбирать. Так, ну все. С вами был Академия Сайтов. Меня зовут Николай. Увидимся в следующем видео. Не забываем подписывать и оставлять комментарии. Все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok